Здравствуйте друзья у нас письмо человек говорит вот имени нет но корреспондент говорит что был в сша несколько раз по программе work and travel сложилось впечатление что в америке принято слово держать и соблюдать договоренности связано ли это с менталитетом или очень сильные наказания за то что ты нарушаешь там договоренности вот говорит пример из москвы купили квартиру в строящемся доме по договору ключи должны были дать до конца марта но застройщик планирует выдать их в мае в мае и будет подсовывать бумаги задним числом пойти в суд спрашивает он эти годы тогда ключи дадут после окончания суда года через два из минимальной компенсации возможно ли такая ситуация в калифорнии ну и так далее значит хорошо ли работает судебная система как человек защищен ну давайте так вы можете пойти в суд вы можете пойти в суд и потребовать какой-то компенсации но компенсация чеку положено за ущерб который ему принесет и вы не можете сказать дайте мне два миллиона потому что я этого года ненавижу так нельзя значит вы можете сказать я выводе сказать я хочу два миллиона но дальше они сядут там и начнут считать и говорят ну хорошо вы получили ключи грубо говоря вот вашем случае да не в марте а в мае я считаю что вы везунчик если они то что вас на год а то и вовсе кинули да вот не люди не понимают своего счастья ну допустим хорошо вам нанесли ущерб вы на два месяца позже въехали в собственную квартиру соответственно соответственно вы два месяца должны были платить арендную плату где-то там вот там где-то хорошо берем сумму арендной платы которую вы где-то должны были платить вычитаем из нее вычитаем из нее сумму ну которую вы платите имея собственное жилье вы вычитаем сумму ипотеки из этого да вы все равно платите вы не можете сказать что вот эти два месяца я вынужден был заплатить там не знаю там две тысячи долларов вам год но подожди но две тысячи долларов ты платил а если бы ты уже въехал так ты бы может быть и три заплатил ну то есть неизвестно сколько вы там заплатили бы вот это надо посмотреть и они вам посчитали скажут ну вот разницу да ты разница тебе положено да да положено я когда был страховым агентом вот с интересом для себя обнаружил как иногда расчеты делаются вот человек там живет в доме у него пожар там случился дом сгорел ему страховая компания оплачивает гостиницу вроде да вот тут вот гостиниц много вокруг он там селится есть такие гостиницы такого знаете типа домашнего вот тип таунхауза тебе дают там живешь но страховая компания оплачивает не гостиницу как таковую оплачивать разницу между стоимостью гостиницы и стоимостью того что ты платил банку за свой собственный дом вот эту разницу тебе платить при том что банку ты все равно должен да не книгу банк тебя ничего не списал вот но другое дело что вам за сгоревший дом вернут деньги вы можете с банком рассчитаться это это отдельно просто я к чему говорю что они не дают вам разницу стоимость гостиницы они дают вам сумму на которую вы реально пострадали и сумма на которую вы реально пострадали определяется не вами она определяется судом в конечном счете то есть вы можете договориться со страховкой как бы да то есть вы может быть норовите завысить они норовят, может быть, занизить. Хотя в США они не столько даже норовят занизить, сколько они вам говорят, вот смотри, у нас там за последний год было, не знаю, 3000 таких случаев, и вот это примерно то, что вот эти люди получают. Поэтому мы можем тебе сразу это дать, а можем, если ты хочешь пойти в суд, но, скорее всего, это примерно то, что ты получишь. То есть мы как бы заранее знаем. Поэтому такое дело. То есть, конечно, система более-менее цивилизованная, и как бы сказать, нет такого мелкого жульничества, но в принципе можно нарваться на все, что угодно. Можно нарваться на тупого какого-нибудь человека, который сидит с той стороны и какие-то вещи делает неправильные, раздражает. Приходится по начальству, приходится до суда доходить, там и так далее. Это все случается. Но как бы вот такая система. Я просто хочу сказать, что с одной стороны вопрос-то был об американском обществе, о системе, насколько суд защищает человека и так далее. Конечно, суд у вас взятку вымогать не будет. Вот. Это правда. Но судиться здесь дорого. То есть, конечно, есть такие дешевые суды. Если бы с вами такая история произошла в Соединенных Штатах, вы бы не пошли в суд, настоящий суд с адвокатами, со всеми делами, вы бы пошли в такой, называется, small claims. Суд, то есть, как бы суд небольших претензий, да, небольших исков. По-моему, сумма там сейчас ограничена. Оно все время подрастает, но я так по памяти думаю, где-то между 9 и 10 тысячами. Там 20 лет назад это было суммом, 6 тысяч. Так она потихоньку растет. Вот. У вас явно было бы там меньше 10 тысяч. То есть, у вас сумма идет 2 месяца арендной платы за жилье. Вот, собственно, и все. Поэтому вы пошли бы в этот суд. Это копейки стоит. Там, я не помню, 45-60 долларов. Я один раз в жизни обращался. Вот. Вы можете в сегодняшнем мире, например, в Кремниевой долине, вам даже ходить особо не надо никуда. Вы в онлайне заполняете. Они вам назначают дату рассмотрения. Там сидит судья. Приходит там, ну, обидчик ваш. Приходите вы. И судье говорите, вот такая ситуация. Как бы не нужен для этого адвокат. Он понимает, как бы, простым языком, там, что, чего. Ну, и вот, собственно, и все. А так все и решается. Если суммы большие, если вы хотите моральный ущерб, чтобы вам компенсировали, да, тогда вам понадобится уже настоящий адвокат, там, и все такое. Это правда. Но, ну, тоже непонятно, в чем состоит моральный ущерб, от того, что вы на два месяца позже въехали там куда-то. Здесь тоже могут сроки переносить, там, если что-нибудь такое не получается. В Соединенных Штатах тоже есть такая застройка, где с людей берут деньги вперед. Ну, какую-то сумму, не всю. Вот берут деньги вперед, и там это может проект, там, год идти, полтора года, два года. За это время там недвижимость может даже подрасти. Вот вам она идет по цене, там, 800 тысяч. Таунхаус. А через год, это уже будет, те, кто вступил через год, им будет стоить 900, а когда уже построится, издастся, может быть, будет миллион. Например, так. Здесь тоже есть такие проекты, и они могут, наверное, тоже где-то задержать немножко тут и там, но это делается в рамках закона. То есть, когда вы подписываете с ними там всякие бумаги, и я думаю, что в вашем случае то же самое имело место, вы, может быть, не дочитали там мелким шрифтом, но они оставляют за собой право, как бы плюс-минус там куда-то по объективным причинам от них не зависящим. Кроме того, вы должны понимать, что строительство это такое дело, где, как на войне там все время, тут рвануло, значит, там отбомбились по тебе, тут еще что-то произошло. Очень-очень сложно заранее, там, скажем, за год, за два года сказать, вот мы там такого-то числа, там, 4 марта дадим тебе ключи. Ну, очень-очень сложно. Если только они, может быть, заложатся на полгода вперед и ожидая, что будет в марте, скажут, мы тебе в августе дадим ключи, и это уже точно. Ну, конечно, можно и так тоже, да. Вот, но... Поэтому я бы, я бы честно вот сказал, что у вас настолько нет претензий реальных. Вот, если бы я был судьей, вы бы ко мне пришли бы, я сказал, ну, вообще, да, судиться ему. Вот, и вы даже не... Вы не цените, насколько вы счастливый человек, честно. То есть вам с опозданием, там, два месяца дают квартиру, понимаете, и вам не сказали, доплати ли... Да, доплати еще, там, 100 тысяч. Вам не сказали, знаешь, что, мужик, что-то мы подумали, и вот решили не строить, или там построили с нарушениями, поэтому дом никогда не будет заселен, там, завтра его сносить начнут. Таких случаев сколько хочешь. Вот эти вот обманутые вкладчики. Боже, вы как вот, как сказать, как в другой стране живете. Поэтому не надо на Америку кивать. В данном случае в Америке вам не было бы лучше с этим делом. Единственное, что действительно, в Америке они бы не нарушили при этом закон. Там, на два месяца, там, что-то такое позже, там, или раньше, и так далее. Ну, то есть, это было бы прописано просто в тех документах, которые вы подписали, и все. Счастливо, друзья! Успехов в труде, личной жизни, индивидуальном, и коммерческом строительстве. Да, и чтобы вам в суды ходить не приходилось. Суд, я повторюсь, не то место, где торжествует справедливость, как вы ее понимаете. Суд, это такое место, где в лучшем случае, если без взятки, все по-честному, торжествует закон. Я хочу сказать, оно вам надо. Вот так вопрос я поставлю. Оно вам надо. Тем более, что в данном случае никакого закона я не вижу, который бы так сильно защищал нашего героя. Давайте я камеру поверну. Ой, тут тенек. Давайте в тенек я такой рукой сдвину. Вот, ну, ну, то есть, даже не знаю. Вот бывает, живешь, все у тебя хорошо, и думаешь, наверное, у меня все плохо, как меня обидели. Вот, вот так вот и обидели. А так, а так все хорошо. Счастливо! Счастливо!